Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня у меня в гостях Владимир Николаевич Тюняев. И важное видео, вот о чем многие из вас просили и спрашивали. А как другие средства защиты от электромагнитных источников излучений? И присылали разные варианты. Мол, посмотрите, вот этот прибор устройства, вот эту защитную какую-то пленку или прибор. И вот теперь Владимир Николаевич ко мне обратился с предложением показать и продемонстрировать вам, зрителям, наглядно. То есть, чтобы не было ни у кого мнений никаких, а были только исключительно знания. То есть, факты. И вот о фактах, и будем их сейчас демонстрировать вам, мы поговорим. То есть, Владимир Николаевич, добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, поясню, что такое нейтроник. Нейтроник, а их две модели основных, посмотрите по ссылочке, будут они даны на нашем сайте nadgar.ru в разделе против излучения нейтроники. Они представляют из себя внешне голограмму, похожую на голограмму. Представляют из себя трехслойные микроантенны, которые что делают? Они не убирают, скажем так, электромагнитные вот эти волны, поля и так далее. Они просто не дают вступить в резонанс вот этим своим частотам колебаниям на частоты, не накладываются на частоты наших клеток. Ведь все живые субстанции в природе, они имеют свою частоту колебаний. Начиная от клетки до, так сказать, звезд, пульсаров и так далее. Это все знают. Ну, по крайней мере, вот если не знают, теперь узнали. Так вот, нейтроники не дают в результате взаимодействия этих частот от СВЧ-ВЧ источников излучения на клетку, вступить вот в этот резонанс разрушительный на клетку, на ДНК от источников ВЧ-СВЧ излучения. Вот чего не понимают многие физики. Они все про тепловой только эффект говорят, но мы вам сейчас покажем и тепловой эффект прямой, а тот, который про резонансную тему, он более сложный, требует, соответственно, другого оборудования. Но, однако, даже по аналогии здесь простой такой тест сейчас вам покажет, работают ли какие-то другие приборы, то есть, вернее, вот средства защиты, как они позиционируются, зарубежные, более дорогие или нет. Ну, то есть, вы сами увидите это своими глазами на примере измерения одним очень простым, довольно-таки и показательным прибором, аттестованным, так сказать, старым, надежным. Но вот еще, что я скажу последнее, перейдем к демонстрации, Владимир Николаевич все будет показывать, рассказывать. Сейчас речь идет о средствах индивидуальной защиты нейтроники, которые клеятся на приборы-излучатели, домашние и персональные, начиная от сотовых телефонов до мониторов, планшетов, кинескопов, телевизоров. В общем, все то, что написано под каждой из двух моделью, вы посмотрите, зайдите потом по ссылочкам и посмотрите, на какие приборы-устройства клеится та и другая модель, чтобы потом понять, что у вас есть дом и захотите ли вы от этого защититься, от воздействий вот этих приборов, которые излучают ВЧСВЧ-излучение. И еще напомню, что учебник Минина 1974 года существует, в котором уже почти 50 лет назад было показано и доказано, какие существуют ПДК, что такое и какие воздействия негативные оказывают электромагнитные поля, а главное ВЧСВЧ, то есть сверхвысокочастотное излучение на организм человека. Сейчас в наши дни проведено такое количество исследований, к сожалению, они не показываются по телевизору, однако они есть или не ленивые, найдет их легко в интернете. А я действительно по ссылочке под этим видео оставлю прямо на папку, большую, в которой вы найдете все, что захотите, если не поленитесь открыть ее и изучать. Так вот, о негативном, пагубном воздействии вплоть до возникновения онкологии у рака много причин, но одна из них это облучение электромагнитными вот этими источниками излучения СВЧ-ВЧ в первую очередь. И даже, скажу вам так, кто телефон держит у виска, ну, кто говорит, у уха, у каждого третьего сейчас человека, если сдать МРТ головного мозга, сделать исследование, когда человек случайно порой сдает и обнаруживает кисту головного мозга в той височной доле, где он держит телефон, правша с одной стороны или вша с другой. Это есть такая негласная статистика, то есть, например, Бутакова про это давно врач говорила, и все, кто занимается, скажем, вот, ну, не в скорой помощи, кто анализирует, когда человек привозит в больницу, у него ушиб или сотрясение мозга, ему обязательно делают МРТ. Вот тогда это обнаруживают. То есть, человек даже и не знал, а мозг болеть не будет, если вы не знали. Это только когда давление ликвора вот этой вот лимфы внутричерепной жидкости возрастает, тогда да, потому что на нервные окончания определенные действуют, а просто мозг, вон, опухоль у человека развивается, он это не чувствует, потому что не болит, как и печень не может болеть, потому что в самой печени нет нервных окончаний. Поняли, да? Так вот, если вы захотите потом подробно все это изучить, понять. Более 15 видео у нас с Владимиром Николаевичем уже за несколько лет есть на вот моем канале YouTube про эту беду современности СВЧВЧ излучения. Вы можете от этого, конечно, взорвать голову в песок, как страусы условно, прятаться, только от этого лучше не будет никому, ни вам, ни вашим детям, ни внукам, и поэтому лучше знать врага в лицо и, по крайней мере, иметь возможность защититься. Такая возможность даже в городах хотя бы отчасти защититься от воздействия негативного, разрушительного есть. А теперь переходим как раз к теме. Стараюсь коротенько просто осветить. Уважаемые друзья, в белой книге, которую вот Юрий Андреевич выложил, наверное, в прошлый раз я прислал Юрию Андреевичу посмотреть, если нужно будет, я еще раз повторю ссылку на белую книгу. Там указаны все научные данные о вреде, все научные, вернее, документы, регламентирующие средства связи и в том числе радиосвязь, сколько дозволено, сколько не дозволено. Вся информация по средствам защиты, имеется в виду вот тот перечень, который есть на рынке, их там более, по-моему, пятидесяти или шестидесяти, проанализированный, сделан доклад, делал академик Рахманин на экспертном совете по средствам защиты. Они подразделяются коротенько на несколько подвидов. Первый вид – это стимуляторы. Стимуляторы, вот я вам могу показать. Вот один из них, стимулятор, он Гамма-7 называется, а потом мы посмотрим, как он работает. Вот французский стимулятор, стоит 150 евро. Вот еще один французский стимулятор. И есть массы карточек также под разными названиями блага, которые лечат, создают различные, ну, по информации производителя, что-то производят в организме. Так вот, это стимуляторы. Первый тип – стимуляторы. Они стимулируют. Поэтому, если производитель говорит, что это стимулятор, значит, надо идти получать регистрационное удостоверение на медицинское изделие, потому что вы воздействуете на организм. Второй тип изделий, которые существуют – это угнетатели. Они угнетают почки и таким образом также вроде бы их человеку может полегчать, если он перегружен, но постоянно угнетать нельзя, потому что у вас, извините, будет загибаться орган. Поэтому также надо получать регутостоверение как медицинское изделие. Третий тип изделий, которые есть – это создающий энергетический кукон. То есть, они закрывают от всех взаимодействие с миром, и вы оказываетесь вот в таком, можно сказать, железном ящике, прекращая связь, извините, с божественным, с земным. И таким образом вы, извините, организм загибается. И четвертый тип – это тип изделий, к которым относится нейтроник. Это те изделия, которые прекращают воздействие внешнего источника на человека. То есть, они создают, экранируют, уменьшают напряженность поля, и таким образом создают гармоничную среду. Вот к этим изделиям относятся… Их несколько. Я, во всяком случае, делал в России два изделия, но дорогие очень, потому что они на расплавах информацию заносят. И изделий нейтроник. Вот показываю еще раз вам. Вот проверяем только тепловой эффект, экранирующий эффект, который мы на производстве вот этим прибором проверяем. Это генератор. Поле аналогичное излучение телефона. Он просто показывает… Вот здесь 509 милливольт излучает его антенна. И мы смотрим, насколько он гасит. Вот мы показываем опять. Вот он погасил, видите, в 10 раз. Вот нейтроник 5GRS. Вот у нас еще первое изделие. Оно также работоспособно. Точно так же оно гасит. Вот. Но это тепловой эффект. По информации я еще раз скажу, что главное – это снять магнитную нагрузку с организма человека. Что нейтроник 5GRS делает наиболее эффективно. До 90% снимает магнитную нагрузку на организм человека. Ну, в том числе еще и показываю, что и работоспособная наша 4MG также антеночка, которая, вот видите, также работает. И показываю, как она работает. И теперь вот ко мне приехали тут друзья из Германии, привезли вот такую вот штучку. Вот также вот такое изделие, которое 5G, гасит 5G. Вот видите, да, толстая такая вот металлическая. Вот посмотрите, да, вот она ничего не делает. Вот, вот, вот. Вот. И это стоит 80 долларов, ой, 80 евро, подчеркиваю, по отношению к нашим. Посмотрите, сколько у нас стоит. И таких изделий много. Например, даже проверяя Гамма-7, который стимулятором является, пишется, что это написано, что он, это изделие устраняет вредное воздействие источников радиочастот. Ну, вот, прислоняем, да, вот в таком диапазоне тепловом, ну, не работает это изделие, не работает. Еще есть, вот, подчеркиваю, французское также, подчеркиваю, вот, вот, смотрите, да, вот оно, оно 150 евро стоит, тоже не работает. И масса других изделий, которые, вот, выпускают в виде вот таких вот, так скажем, пуговичек, вот такие, вот такие пуговички. Ну, прикладываем, тоже оно в таком вот чуть-чуть, какое-то изменение есть, но не работает так же. Вот такие вот тоже кулончики есть, которые также позиционируются как изделия по устранению воздействия на организм. Их достаточно много у меня, и подчеркиваю, они разного предназначения, разного характера, как пластины. Но, подчеркиваю, чтобы посмотреть, как это работает, вам всегда надо прочитать инструкцию. Если там написано, что это воздействие на организм, значит, ребята, не верьте, оно воздействует точно, но надо тогда дозу эффект подтверждать. Много разговоров о шунгите. Вот шунгит, да, вот толстый такой камень. Да, шунгит поглотитель, он поглощает электромагнитную энергию, но неудобно его носить, вот неудобно, вот он так же работает, поглощает, но неудобно его носить. И он работает, его структура поглощает две недели ровно, и потом он перестает уже поглощать в тепловом диапазоне. Еще раз подчеркиваю, основная задача нейтроника, она состоит в том, чтобы снять магнитную нагрузку, убрать резонансы. И вот его структура, ему много антенн, которые в нем заложены, они работают на то, чтобы прекратить воздействие излучателя на организм. Это главное, потому что человек главное. Почему-то все радиофизики говорят, вот, что это не вредно, но они же не знают радиобиологии. Они не знают ни биологии, ни медицины, ничего в плане человека, и говорят, что безвредно. Но если в миллион раз увеличили количество энергии, которое нас освещает, как же она может не влиять на человека? Это же абсурдно. Поэтому мы говорим, что наши изделия самые эффективные. Вот я вам показал несколько изделий, которые очень дорогие, и тем не менее они продаются. Они эффективны, вот, например, немецкое, оно всего лишь на 40% от эффективности нейтроника. Вот по нашей оценке, которую мы проводили нашими методами. И многие, но опять-таки, работа основная, которую вы, например, увидите, увидели какое-то устройство, вы прочтите сначала его предназначение. Подчеркиваю, если написано, что это воздействует на организм, не используйте. Потому что это нужно тогда производительно проводить клинические испытания, дозу эффект устанавливать и так далее. А у нас это изделие, наше, оно гармонизирует и устраняет излучение вредной воздействии на организм и уменьшает напряженность поля. В отчетах вы можете вот в белой книге посмотреть, там все по радиобиологии отчеты, по эффективности нейтроника, по радиофизике и прочее. Вот, пожалуйста, коротенько так, чтобы было понятно, какие изделия и что, и на что работают. Ну, вот так. Ну что ж, дорогие товарищи, вот вы и посмотрели совсем коротенькое видео в завершении, что мы скажем. Как бы такое, вот, знаете, обращение, я не знаю, может быть, крик души или просто вот у кого что на уме будет. Вот сначала Владимир Николаевич скажет, потом я в завершении что-нибудь пару слов вам скажу. Владимир Николаевич, ну, пару слов для зрителей. Да, уважаемые друзья, вот очень много ко мне приезжали родителей московских, движение целое было московское, есть оно, видимо, остается, которые борются с электронными досками, с гаджетами, цифровизацией, с электронной школой. Я говорю, ребята, ну вы используйте хотя бы средства защиты, дешево, если вы скинетесь классом, поставили вот эту нашу антенну среднюю, которая работает до 15 метров, и все, и вопрос решили, и ваши детки вообще перестанут облучаться. Ну, почему-то вот это их не устраивает, только пустая болтовня, извините. Ну, давайте реально будем подходить к вопросу решения защиты наших детей. Вот всем советую, конечно, мы же этим уже сколько лет, более 25, и с Юрием Андреевичем сколько об этом говорим уже на протяжении 6 лет постоянно. Ну, прислушайтесь все-таки. Да, Владимир Николаевич, благодарю. Я что хочу в завершение сказать. Дорогие друзья, вот вы давайте так, кто, если не то что не верит, считает, что эта тема преувеличена, нет, она гораздо преуменьшена. Все те видео, о которых мы говорили, в которых наводили волей-неволей там страх, ужас на людей, когда они вникали, начинали впервые в жизни вникать в эту проблему, это все меркнет по сравнению с реальными опасностями, которые несут и как безвозвратно убивают людей эти все технологии. Вы думаете, все, что развивается, причиняет людям удобства какие-то дополнительные по такой ленности человека, когда он уже в туалете, тыкаясь в этот смартфон, может, так сказать, все, что угодно смотреть, и люди уже не общаются друг с другом, даже в каком-нибудь кафе муж с женой сидят, и оба не друг с другом общаются, а с телефонами своими, вернее, смартфонами. Ну, это же не нормально, или вы считаете, что это действительно нормальный такой прогресс? Нет, это регресс. Технологии и удобства, это еще не значит, что это безопасно для жизни и здоровья. К сожалению, сейчас это как раз опасно и безумно опасно. К тому же не будем уже говорить о психологических аспектах, о том, как дети растут, кем они растут, когда они тыкаются и от реального мира уходят. Это другая тема. Мы сейчас говорим чисто о воздействии на здоровье, на физиологию, биохимию клетки, всех органов и тканей, в первую очередь головного мозга, от этих ВЧС-ВЧ-излучений, от тех их доз, а дозы эти, как я уже говорю, были прописаны еще почти 50 лет назад. Сейчас идут превышения в тысячи раз. Сейчас идет время экспозиции, облучения круглосуточное. Эти проклятые Wi-Fi у людей, у 50, там, 60 точек можно насчитать, когда открывает человек, так сказать, ну, поисковый вот этот пеленгатор, да, в телефоне и так далее. Сколько точек воздействует. В общем, давайте так. У вас, кто не в теме, могут быть вопросы. Эти вопросы, поверьте, все давно уже закрыты. Ответы на эти вопросы мы давали. Не поленитесь. И под этим видео будет полный состав всех тех видео. В порядке так, последняя дата в начале будет, потом более старые, старые видео. Все, вот сколько их есть, и поэтому это настолько тема важная, что я вам скажу, что не пожалейте время, это время будет только на вас работать, если вы все-таки вникнете, поймете, осознаете это, вне зависимости от ваших желаний, верований и надежд. Все это глупости. Не глупости, только истина. Истина в данном случае это констатация фактов. Почему факты? Пожалуйста, проверяйте, под этим видео будут ссылки, на все исследования наши отечественные. Кто не верит в нашем, ну, на исследования в США, пожалуйста, поверите этим ученым. Ну и думайте и решайте, как говорится, сами. Ну а если захотите защититься, по крайней мере, от воздействия, вот СВЧ и ВЧ в плане резонансного воздействия, разрушительного на клетку, на ДНК, и, пожалуйста, под этим видео также ссылки будут на вот эти два вида нейтроника, и на антенну, ту, которая в радиусе 15-16 метров, убирает уже воздействия негативные от мощных источников ВЧ и СВЧ-излучений, то есть, вышек ретрансляторов сотовой связи, соседских Wi-Fi и даже электромагнитных полей. Продаются и уже производятся эти нейтроники, ну, по крайней мере, именно вот эти голограммы, микроантенны, наклейки, уже 23 года. Поверьте, за это время, ну и даже тут верить не надо, наверное, это понятно, сколько нашлось говорунов, ненавистников и тех желающих разоблачить и так далее. Естественно, ни у кому это не удалось, потому что истина не на их стороне. Была бы хоть часть правды, то давно бы уже было бы сделано так, чтобы их не продавали. И это само собой. Но 23 года это показатель. Тем не менее, мы до сих пор приглашаем всех желающих попробовать доказать, причем за большие деньги, что это не так. То есть, что нейтроники не защищают организм человека от воздействия ВЧ и СВЧ-излучения негативного воздействия. И что сотовая связь, Wi-Fi и вышки ретранслятора сотовой связи и другие ВЧ-излучения безопасны якобы для организма. Вот если вы сможете это доказать, либо первое, либо второе, то у нас огромный в несколько миллионов рублей призамной такой фонд. И мы готовы с радостью вручить тому человеку, кто сможет аргументированно, научно доказать это. Ну, а не сможет. Что ж, как и было, собственно, как никто до сих пор не смог. Итак, вы думайте, решайте сами. Ваша жизнь, ваше здоровье. Захотите, пожалуйста, вся информация, как я уже сказал, прямо под этим видео. Нажимайте слово «Еще» в Ютубе. Если вы этот ролик смотрите, открываются ссылочки. И смотрите. Все. Пожалуй, я думаю, больше тут сказать нечего. Ну, что ж, а будут вопросы, пишите. Будут интересные вопросы, мы обязательно сделаем следующее видео. Ну, а на этом, пожалуй, все. Владимир Николаевич, благодарю за беседу. И, наверное, тогда до новых встреч. Благодарю. До новых встреч.